Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, я это сделал! Жакет Шанель готов! Сегодня я покажу вам несколько образов с этим жакетом. Их очень много, и признаюсь, что я не все вам показала, потому что, извините, устала переодеваться. И мой оператор устал, когда же это закончится. И вы после небольшого превью, вы увидите все это на экране и посмотрите, сколько же образов в этом жакете. Ну что, мои хорошие, сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Более того, я хочу сказать, что это еще одно доказательство тому, что не боги горшки обжигают. И все у нас получится, если есть такое очень сильное желание, если есть любовь к своему делу, к своему любимому занятию, у вас обязательно все получится. Посмотрите на меня. Этот жакет создавался всего две недели. Даже не получилось двух недель, там что-то около 12 дней. Я посмотрела по хронологии загрузки видео и увидела, как быстро я это все связала. Это просто, я не знаю, эмоции зашкаливают. Это легкость, это красиво, это стильно. И это вы обязательно сможете. И это все крючок. Вот смотри на этот жакет. И если бы я не знала, что это вязаная вещь, я бы никогда в это не поверила. Ну, потому что на самом деле жакет выглядит, как тканое полотно. Как будто это жакет, сшитый из ткани. В общем, я очень-очень довольна. Дальше в видео пойдут мои образы, где я вам покажу, сколько же образов можно создать при помощи вот одного жакета. Вы все это увидите. Но досмотрите это видео до конца, потому что еще будет одно включение, где я покажу еще раз, сколько здесь в этой штопке вот этих ниточек. Как я это все делала. Еще будет одна хитрость и одна тонкость, которая, я думаю, что вам пригодится. Это будет сюрприз. Так что, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Значит, жакет весит 520 грамм. Из них, я так посчитала, это махер от Alize Royale, который называется Kid Royale. Кстати, спонсором был магазин Ярн 21. И этого махера пошло по, ну, почти по 50 грамм. Я говорю, почему почти, потому что я еще в эти прядки делала, ну, в общем, пряди от Ян Арт. И если бы я эти пряди не делала, то как раз бы пошло где-то по 50 грамм. То есть 50 грамм белого и 50 грамм черного. Это я про Kid Royale. Вот. Конечно же, если вы будете использовать дорогой махер, допустим, от BBB или Drops или Lanagata, это будет вообще шикарная вещь. Но я решила пристроить то, что у меня есть. И, конечно же, у меня это хорошо получилось, потому что я убила сразу всех зайцев. Причем даже не одним ударом. Наверное, в полудара. Потому что и жакет классный получился. И пряжа, которую я никогда бы не использовала. Вот этот махер, который сложно назвать махером. Вот Ян Арт. Он тоже пошел в дело. И теперь у меня не мозолит глаза. И теперь у меня уже не возникают мысли, а что с этим делать. Выкидывать жалко, а куда пристроить, это сложно. Так вот, этот махер пристроен. Если у вас есть такой дешевый махер, это просто ваша судьба связать такой жакет Шанель. Вы сразу все сделаете и пристроите не очень хороший махер и получите вот такой замечательный жакет. Значит, вот и считайте. 520 грамм, минус по 50, это 100 грамм. Значит, 420 грамм. Это пошло пряжа Алиса и пряжа Ализе Лана Голд Файн. Значит, 420 делим пополам. Это по 210 грамм где-то вот остальной пряжи. Вот, в принципе, и все. Конечно же, делайте сами закладку для своего размера. Я даже не увидела, что у меня воротник не поправлен. Переживаю, волнуюсь. В общем, все в эмоциях. И вот, представляете, сколько вам пряжи нужно. Вот этот жакет размер 48-50. Вы дальше увидите в роликах, как он сидит в этом... Дальше в видео в образах. Этот жакет можно носить и с голубым, и с розовым, и с белым. Вообще с любым цветом. Это настолько универсальная вещь. Так вот, 520 грамм, а размер 48-50. Вот и смотрите, прикидывайте, сами рассчитывайте. Потому что, девочки, я не буду отвечать на комментарии, а сколько нужно на 54-й, на 58-й и так далее. Приплюсовывайте, если размер больше, или убирайте, если размер меньше. Но что я не советую. Если меньше размер, вот и рассчитывайте. По 200 грамм пряжи одного цвета, 200 другого и 100 грамм мохера. Вот и вам будет размер там 44-46. Я счастлива. Я просто счастлива. Мой жакет готов. Отправлю Лене Орловой фото своей работой. Я, конечно же, надеюсь на победу в конкурсе. Но если победы не будет, я не расстроюсь. Потому что у меня уже, я уже добилась победы. У меня есть прекрасный жакет, который нигде не купить, я думаю. Но если только заказать, ну только я не знаю, сколько будет стоить такая вещь на заказ. Потому что здесь работа по выкройке, это сложная на самом деле работа. Но для меня это было легко. Думаю, что такой жакет будет стоить недешево. Ну вот, мои хорошие. Сейчас перейдем на стол. Покажу вам, как он выглядит с изнанки, с лица. Ну и дальше посмотрите видео с обзором образов этого жакета. Как его можно носить. А я вас всех обнимаю, всех люблю. Ничего не бойтесь. Все у вас получится. Мы волшебницы. И это правда. Давайте творить красоту вместе. На этом все. Обнимаю. Пока-пока. С вами была Елена Сидникова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девочки, я же для себя вязала Я же не для вас вязала Если вам нравится один рисунок Вот такой, допустим Ну и вяжите все одним рисунком Ну в чем проблема-то? А мне вот, например, нравится Когда идет игра рисунков То есть здесь вот такой узор Здесь, как вы назвали, это кардиограмма Да, очень, кстати, похож на кардиограмму И также похож на бутон лилии И второй рисунок Здесь более похож на квадратики И на мой взгляд Когда, во-первых, здесь отворачивается воротник Это, посмотрите, здесь же другой рисунок Он гармонирует сразу вот нам с боковой частью То же самое у нас происходит Когда мы делаем манжет, отворачиваем У нас тоже происходит игра рисунков Вот, я думаю, что я ответила на ваш вопрос И вот эта игра мне очень-очень нравится Просто очень Если вы хотите одним рисунком Не составить труда Пожалуйста, вяжите одним рисунком Вот они, эти наши кончики Которые уже после того, как я Немножко его поносила Они подвалялись В общем, смотрится все просто шикарно И мне нравятся здесь мои пуговицы Тоже вы мне писали Вам все нравится, не нравятся пуговицы Пуговицы здесь, на мой взгляд, очень удачно Потому что мне не хотелось здесь вообще выделять пуговицы Потому что я планирую этот жакет Носить без пуговиц То есть на распашку Вот как есть Поэтому у меня была задача Сделать пуговицы, которые будут практически незаметны Если вы хотите сделать акцент на пуговицы Пожалуйста, это ваше желание У вас такой вкус И вам так нравится Мне же хотелось вообще Я вообще хотела жакет без пуговиц Но потом все-таки решила Возможно, иногда нужно будет застегнуться И я вот сюда пришила вот такие пуговицы Которых практически не видно Итак, дорогие друзья Последний штрих к жакету Шанель Решила показать по просьбе Галина и Евгении Есть такой прекрасный канал Ссылку оставлю Так вот, Галина просила меня показать Как я делаю нити для этой техники штопка Вот от и до я показываю Хотя это видео уже было, но в другой пряже Ну, поскольку это авторская модель Вот этот жакет Вы видели, что это все я делала экспромтом То есть нигде описания никакого не было Все чисто было по наитию Вот как я это видела Так я это и делала Мы с вами вязали уже и шапку В этой технике Да все, и платье И сейчас я покажу Сколько же я прядей беру И как я их Как я ими Проштопываю вот это полотно Итак, вот смотрите Вот у меня рукав Который уже практически Заполнен вот этой техникой штопка Теперь давайте я покажу Сколько же я прядей беру И как я вообще вот это все отмеряю без ножниц Это важный момент Без ножниц, потому что нам нужны очень тонкие края Вот смотрите, вот у меня осталось заполнить вот эту часть Что я делаю Я беру Это самый дешевый махер От Янарт Называется Ангора Голд Он колючий, сразу скажу Это Ну, трудно назвать махером Но в данной модели Он мне очень-очень пригодился И я счастлива, что я Наконец-то его очень хорошо пристроила И Я просто очень довольна своей работой Итак, берем вот этот махер Самый дешевый Отмеряем приблизительно на 10 сантиметров больше, чем нам нужно Можно даже не 10, а 12 взять И вот этого махера мне нужно взять две длины Вот я одну длину отмерила Вторую отмеряю и отрываю Вот я оторвала Теперь я беру махер Кстати, спонсором здесь был магазин Ярн 21 У меня есть обзор пряжи из этого магазина И вы можете найти это видео и посмотреть Это махер Ализе Роял Ализе Роял, по-моему, так называется Кид Махер от Ализе Роял Он тоже колючий Но он, я бы сказала, ну вот я его вообще не ощущаю Если сравнивать его вот с этим махером От Янарт То вот это очень колючий Вот этот махер, если по ценовой категории То бы я выбрала вот этот махер Все-таки Потому что он менее колючий Итак, я отмерила уже две длины Получается вот этого махера от Янарт Теперь я беру махер от Ализе Роял И что я делаю Вот так вот я дошла до Это получается две длины И еще мне вторую длину такую же нужно отмерить Вот еще вторую длину От Ализе Роял Все, оторвала Но теперь мы перегибаем эту нить И у нас получается четыре длины Я думаю, что это понятно Теперь мы вставляем Я уже это показывала Но просят еще Я вставляю вот сюда, где мне нужно продеть крючок Прикрепляю эту пряжу Сейчас, секунду Не сразу получается Потому что цепляются ниточки там И мне очень хорошо все Все должно хорошо продеться Ничего не должно мешать Вот, вот она петля И продеваю крючком Все, мы присоединились к полотну Теперь берем иголку Вставляем в нее крючок И теперь достаем вот эту вот прядь Вот, все У нас нить уже в иголке И теперь самый важный момент Смотрите Здесь очень все просто Это потом до меня дошло Если у меня белая нить Значит мы собираем белые вот эти вот протяжки Вот эти вот воздушные петли Мы собираем белые Видите? Вот они на игле все белые Если у нас черная протяжка Значит мы на иглу собираем черные Чтобы получить вот этот узор шанель И вот таким вот образом Собирая белые вот эти вот Перекладины или как их назвать Воздушные петли На иглу собираем белые Ну там какое-то количество собрали Вытащили Так, прошу прощения Здесь должна быть черная нить Ну, ничего страшного Я думаю, что смысл вам понятен То есть, когда белое мы собираем белое Когда черное мы собираем черное Я сейчас все это удалю И естественно сейчас то же самое Мы проделаем с черной нитью Ну вот бывает так Это вообще как бы Очень загадочный узор Вот этот шанель Я сейчас просто это удалю И покажу вам еще на черной пряже Как я это все делаю Ну, то, что как мы белое собираем Вы уже поняли Вот как раз на ошибках мы учимся Очень хорошо Мне как бы там пишут в комментариях Вот, вы там все показали Все переделали Я говорю, что Я даже благодарю Говорю своим ошибкам Понимаете? Потому что они Это тоже опыт И без этого опыта Ничего не происходит Это в видео все у нас так гладко и хорошо Но иногда бывают ошибки И на ошибках мы учимся И это прекрасно Черная нить То же самое делаю с черной нитью То есть, померила Вот сюда попала Сделала припуск 12 сантиметров Вот она одна длина Теперь я делаю вторую длину Такую же Естественно, здесь отрываю Убираю эту пряжу Янартовскую Беру Ализе Которая роял И здесь уже меряю Две длины Видите? Две длины Вот я раз отмерила Теперь перегибаю Здесь И отмеряю Еще одну такую длину Потому что Роял Ниточка от Ализе Она намного тоньше И мне здесь больше сложений нужно И вот теперь только я отрываю Все Убираю пряжу Перегибаю Вот это пополам Смотрите Пополам Вот И теперь вот Присоединяю Вот эту вот Ниточку Вот сюда Это я уже показывала Несколько раз Девочки Не ленитесь Смотрите, пожалуйста Прошлое видео Это вот я благодарю Своего любимого оператора Который все это вот Решил помочь мне И показать все это Вам В очередной раз Если бы он не согласился Честно скажу Я бы это не делала Теперь берем В иголку Вставляем крючок И при помощи крючка Вытаскиваем Ниточку в иголку Все очень-очень просто И очень-очень быстро Теперь у нас Черная нить И мы собираем По полотну Черные Прожилки Видите? Черные Видите, как все просто Белая нить Белая собираем Черная нить Черные собираем Вот они Все на игле Черные Вы теперь никогда Не ошибетесь Вот вы видите Все черные протяжки У нас на игле То есть у нас получается Два сложения от Янард Ангора Голд И четыре сложения От Ализе Роял Вот и все Я надеюсь Вам донесла Но это еще не все Что я еще увидела Когда Вот эта штопка Мы заполним Все вот эти ячейки Вот это вот Акад рукава У нас почему-то Увеличится Я уже говорила Как-то в видео Что эта штопка Она вот так вот Присбаривает полотно И тогда вот здесь Увеличивается И вот этот Акад рукава У меня уже Опять Не подходит Потому что Он стал больше И вот даже сейчас Мы видим Если мы вот здесь Вот сейчас Вот так вот Сделаем центр Вот он Центр И начнем Примерять От нашего Плечевого шва То мы увидим Что Акад рукава Видите У нас На целых Три сантиметра Стал больше То есть Мы не можем Вшить Вот такой Акад рукава В нашу пройму Что мы делаем Мы не пугаемся Мы просто берем Крючок Два с половиной И когда Вот это Естественно Все заполнится Мы вот здесь Вот сделаем Обвязку Крючком Два с половиной И вот это Полотно У нас Немножко Подсоберется И тогда Наш рукав Вот вы видите У меня же Два рукава Да То есть Вот этот рукав Был с такой же Проблемой Как и здесь После техники Штопка У меня вот здесь Увеличилось Полотно Ну такая Эта техника Но я не отчаялась Я просто Сделала Обвязку Крючком Меньшего размера Еще рядочек И потом Просто Вшила Этот рукав И он Вы видите Он просто Идеально Сюда Вошел То есть Вот эти Три сантиметра С одной стороны И три сантиметра С другой стороны Я убрала Убрала После того Как была Выполнена Техника Штопка Так что Ничего сложного Нет Никаких Безвыходных Ситуаций Не бывает Просто Не нужно Сразу Пугаться Ой Все перевязывать Нет Не надо Нужно просто Немножко Поразмышлять А как Эту проблему Решить С наименьшими Потерями Один рядочек Обвязки И у вас Все будет Окей Так что Вот так Продолжение следует... Продолжение следует...